добрый день дорогие друзья давайте вместе с вами разберем очередную очередную будем так назовем это ебалу с заливкой электролита в нормальную батарею то есть то что сюда был галит электролита это как бы не обсуждается вот у нас батарейка 22 года февраль 22 года наш уважаемый реактор показатели я только что снимал при клиенте клиент отъехал не отъехал уехал отъехал будет неправильно так показатели нашей батарейки обычной кб 827 печков ну было 35 стало 34 погрешность прибора никто не отменял 484 ампера у нас пусковой ток сопротивление 571 нрc 1271 уровень у нас был нормальный но я уже сделал отбор отобрал по 70 миллилитров шмурдяка и видим вот такой цвет имеет электролит это к слову о том что кипячение выбивает отбивает активную массу вот именно кипячение производилась здесь на трансформаторном советском устройстве и максимальное напряжение на этом устройстве 14 и 8 вольт как говорится долили вот так долили шмурдячка так давайте отвечу и продолжим работать записывать пилить наш ролик блин сбили немножко меня с пантовой куму давайте попробуем вернуться к мысли что я хотел донести что я хотел договорить значит вот такая картина у нас маслом с электролитом такого цвета это благодаря во первых большой концентрации кислоты после доливки кислота имеет свойство растворять металлы растворять корродировать основная корродировка идет все-таки от перенасыщенности кислоты и неправильная зарядка батарейка эксплуатировалась на audi audi блять b4 наверное не знаю а4 ну такая немаленькая но и небольшая батарейка под капотом потому что есть на audi у которых стоит салоне это батарейка стояла стоит под капотом по парняга постоянно ее под заряжал постоянно она у него высаживалась замерил паразитку паразитка 06 ампера у него замечательная паразитка которая как раз высаживала батарея частые просадки частые неправильные заряды и привели вот к такому плачевному состоянию то есть 35 35 34 процента посоху это будем так говорить от состояния новые батареи хотя реактор я уже говорю неоднократно что одна из самых уважаемых мною батарей так то что сделал отбор по 70 миллилитров шмурдяка электролитом я это назвать не могу потому как тот электролит который на прибавках это продается это настоящий шмурдяк который делается из кислоты которая идет на выщелачку парни где-то ее неплохо пиздят разливают в такую тару примерно примерно в такую тару и отпечатать наклейки проще простого как говорится два пальца об асфальт и продается этот электролит который некоторыми до боевыми успешно заливается в аккумуляторы для того чтобы поднять плотность наебать клиента наебать аккумулятор ну а по итогу наебать свою репутацию будем так говорить ну что друзья продвинемся в изучении продвижения этих параметров наших параметров этой батареи сейчас дарю водички и буду закидывать в зарядный бокс там местика у нас есть местечко найдем куда я зашвырнуть и отследим движение параметров ну что друзья мои сделал корректировку то есть по 70 миллилитров отобрал шмурдяка и долил по 70 миллилитров водички поставил на наш китаец батарейка будет стоять до завтра сегодня сейчас мы ее подключим и вернемся к ней уже завтра так 12 9 было нс на батарее поэтому 77 с половиной ампер мы можем смело выставлять то есть десять процентов от емкости этой батареи да вот так вот и по машинами ручкой до завтра завтра с утречка завтра понедельник не с утречка наверное потому как у меня выходной ближе к обеду я подскочу и начнем продолжение этого увлекательного кинофильма так вот к вопросу о том выдает ли вот это зарядное устройство китайское то что на нем написано давайте замерим споры не утихают многие говорят что не соответствует ток заявленный так сделаем сброс и делаем замер так ну вот показывать великолепных 11 ампер хотя здесь у нас на табле на ибле 7 7 и 7 прыгает прыгает ток не знаю кто-то на ибывает либо на ибывает вот это вилочка не вилочка как ее называют а на плюсе у нас вот такие показатели по амперажу до 7 с половиной а на минусе у нас вот такие показатели и еще надо как-то правильно поймать в принципе по большому счету вот сейчас только немножко у нас сдулся думаю по большому счету примерно в этих пределах у нас и лежит лежит ток то есть показатели примерно соответствует так теперь давайте замерим напряжение на аккумуляторе так авто попробуем вот так вот одной ручкой подцепиться гулять не получается вот так вот засунуть и вот так вот и давайте посмотрим на прилугу а вот напряжение у нас 13 35 до 13 34 здесь у нас еще здесь показывает 13 9 ну разброс по напряжению вполне вполне я допускаю потому как само зарядное может и выдает это напряжение но так как батарея у нас является своего рода буфером которые принимают напряжение она возможно чуть-чуть конкретно на батарее будет с 20 то есть данное устройство показывает напряжение то которое выдает устройство не напряжение которое конкретно приходит на батарею примерно так не знаю что сказал сам короче ничего не понял но если кто-то что-то понял пишите в комментариях так ну на сегодня достаточно видео съемки по этой батарейки будем подключаться уже и смотреть за движением параметров уже завтра наш замученный будем называть его чернобыльским реактор просто я боюсь посчитать боюсь что не смогу посчитать сколько времени потому как я приехал только в час на работу сегодня выходной у меня но отдыхаю до обеда время сейчас по второго не помню во сколько мы его поставили ну давайте начнем с того что замерим для начала плотность так у метра и сделаем замерту плотности так как не провели корректировочка так что там бахнул непонятно так что у нас здесь теперь не идет тихонечку до плотность 122 122 122 углинять ролик не будем в остальных банках я сделаю замер вне видеозаписи так давайте сделаем неприличный тест некорректный так обычная батарея 122820 рублей заговариваться начал 820 ампер так ну вот видим что сразу даже с учетом того что замер некорректный у нас видим явные улучшения параметров мы отобрали электролит который препятствовал растворению сульфатов пластины были не в работе пластины были забиты кислотой теперь мы бог даст если мы угадали с корректировкой потому что все делается по наитию чисто на интуиции мы не знаем сколько в него пизданули этой жижи и сейчас попробуем все таки после первого вернее после первых циклов это у нас получился основной заряд после основного заряда как правило присутствует очень сильное расслоение кто бы там что не говорил по поводу 14 8 14 7 вольт достаточно идите нахуй недостаточно и сейчас мы с вами попробуем в этом убедиться так сейчас я определюсь на какое зарядное устройство выкинуть потому что у меня здесь еще подопытные стоят с которыми которыми я сейчас также сама проведу замеры плотности и буду принимать решение по по ним что с ними дальше делать и также примем решение что делать вот с этим нашим чернобыльским реактором так пока отключаясь и подключимся чуть позже так ну что подключил я 57 выпил нашему чернобылю выставляем 17 вольтиков все как обычно 17 3 пойдет и выставим 3 из 7 ампера так а выставим моего после того как подключим зарядное вот видите прям в дырочку попали все отлично пошел процесс так его 37 38 ну чуть-чуть пойдет 36 36 37 отлично так время без 22 чернобыль начал набирать обороты по напряжению 16 4 и посмотрим напряжи какое у этой батарейки напряжение окончания заряда в процессе заряда процессе работы будем обязательно смотреть за термометрией чтобы не было разгона по температуре и мониторить плотность погнали наши городских наш чернобылец не на шутку разогнался до 17 вольт потихонечку уменьшаем ток вот так вот до 3 ампер и оставляем 16 вольт 7 вольт этого для него будет вполне в принципе достаточно так вот видите как видите все батарейки все батарейки идут по-разному двух одинаковых нет две вот эти разгоняются эти приходится разгонять кто бы что не говорил и как это можно определяться на каких-то определенных вернее выставлять какие-то определенные параметры и ждать от этого чудес были откуда я дел ореометр сейчас он был на месте так давайте замерим плотность так плотность начал расти уже практически 1 25 самое проблемное в этом в этой нашей работе и конкретно по этой батареи то именно то что мы то не знаем сколько было долито электролита доливался либо электролит либо кислота батарейку постоянно мучили своими зарядами неправильными неправильное обслуживание привел именно к тому что мы имеем то что мы имеем вот такой красненький электролит в котором плавает взвесь активной массы здесь как ее называют то забыл аккумуляторщик забыл называется обмазка вот вспомнил здесь обмазки так ну что продолжаем нашу наша служба и опасно и трудно спустя два часа наш вымпел подсказывает что заряд окончен на вот таких параметрах так давайте замерим температуру как видим батарея практически не греется слегка слегка повысилась температура буквально на 2 градуса и давайте замерим плотность вот такой цвет у нас электролита плотность 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 батарейку отключаем от зарядного снимаем крокодилы и дадим аккумулятору отстояться часочек часок батарейка отстоится и сегодня сделаем еще один дозаряд предположу что корректировка была сделана немножко больше воды долил чем требовалось потому как я не могу знать сколько в нее долили но думаю что ничего страшного не произошло подождем часок отстоя и сделаем сегодня еще один дозаряд посмотрим на как будет расти плотность у нас дальней при дальнейшей работе с этой батарейкой наш чернобыль отстоялся больше часа давайте замерим плотность так плотность 1.25 1.25 наверное давайте после отстоя сделаем замер еще тестером 820 амперчиков 71 процент по суху 692 ампера пусковой ток как говорится уже ближе к телу сегодня сделаем давайте еще один дозаряд и завтра ладно что будет завтра будет завтра пока пока включаем зарядное устройство поехали и так почти два часа почти два часа длился очередной наш до заряд на нашем чернобыльце все давайте отключаем отключаю все собираюсь до дома так все отключил и замеры будем делать завтра завтра с утречка на сегодня я и так неплохо поработал от работы кони дохнут собираюсь домой наш чернобыльский реактор отстоялся всю ночь это порядка где-то 15 часов 14 15 часов возможно 16 и и первым делом давайте замерим плотность плотность 125 плотность 125 125 125 с половиной 126 ух ты бляха муха вот эта баночка у нас опережает 127 так это у нас третья баночка 127 еще и не равномерно был залитый электролит 127 так 126 126 126 потому что я делал равномерной откачка равномерную откачку и соответственно столько же заливал но я что-то не я не припомню чтобы я замерял уровень возможно у нас где-то уровень разный и так давайте начнем с плюсовой так трешка четырешка три с половиной 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 отбор сделаю отнимем 20 миллилитров в тех которых по 126 отберем по 10 миллилитров и сделаем сегодня еще один дозаряд но прежде чем делать дозаряд давайте замерим какие у нас параметры измерим на нашем реакторе который пережил выброс или вброс электролита и по этому замеру мы уже примерно сможем определить определить 820 правильно ли мы двигались в правильном направлении или нет 73 процента посоху 702 ампера выдает 1301 но в принципе после того что этот реактор у нас пережил будем считать это неплохим результатом возможно я сейчас сделаю один дозаряд и на этом мы работу прекратим дело в том что кислота она диффундировалась пластины и даже с дозарядами ее сложно выбить полностью и целиком поэтому мы сейчас сделаем небольшую корректировочку сделал в опережающих банках сделаем еще один до заряд и на этом остановимся даже с плотностью если будет плотность у нас 125 отправим батарейку эксплуатацию с тем условием что через месяц полтора может два эту батарейку привезут ко мне на повторное обслуживание либо если он не приедет ну хотя бы осенью пусть подъедет и все-таки летом лишняя водичка у нас выпарится возможно будет уровень электролита чуть меньше чем положено но плотность будет соответствовать 127 128 128 принципе для наших условий это оптимальная плотность оптимальная и нормальная плотность будем так говорить так займусь отбором и подключимся как подключимся к видео как подключимся к заряднику примерно так как друзья переобулся не стал делать отбор просто долил 20 10 10 10 10 10 миллилитров воды уровень батареи позволяет это сделать и сейчас займемся за до зарядом подключаем сделаем буквально один до заряд и на этом работу с батареи остановим буду звонить клиенту чтобы приезжал и забирал принципе результат думаю что неплохой показатели улучшились более чем в два раза от того что мы были ну будем говорится довольствоваться этим хотя вот именно реакторы годовой реактор при правильном грамотном и регулярном обслуживании он в принципе должен был выдавать сто десять процентов по суху и 840 850 ампер пускового тока батарейки еще раз повторюсь хорошие но благодаря вот таким нашим не друзьям есть у нас такой аккумулятор щек который работает очень давно и за время своего существования у гандошу целую армию батареек после него я просто не знаю куда девать электролит уже ну что ж с одной стороны может это и хорошо но это конечно не хорошо друзья это очень плохо спустя три с лишним часа напряжение резко начало падать резко начало снижаться и упала на три точки на три точки поэтому заряд прекращаем не только заряд но и в целом работу дам сейчас батарейки отстояться часа два-три сделаем еще замеры плотности так кстати наверное сейчас прям сделаем блять у меня здесь бордельера паяю радиатор так давайте сделаем замер плотности так у нас сделаем в двух баночках так 127 отстающая баночка 126 и третья баночка которого в которую мы добавили водички чуть побольше 126 с половиной почти 127 в принципе с таки с такой плотностью батарейку можно отдавать все даем батарейки отстояться ну что друзья наконец можно сказать и так потому как батарея пять часов отстоялась почти пять часов полдня промудохался с этим радиатором делал с говна конфетку лепил а теперь давайте сделаем замеры потому что в 10 утра 10 часам утра подъедет клиент и заберет эту батарейку с утра я не смогу ее вот дать давайте пробежимся по всем банкам так 127 6 начал банки 127 5 давайте все баночки под проверим что у нас плотностью раз пошла такая пьянка режь последний огурец 127 126 половина 127 почти 127 и первая баночка 126 половины так ну а теперь давайте замерим к параметры сейчас я подключаю наш конвейчик и будем делать замер вниз его на автомобиле обычные 820 амперчиков 820 амперчиков что мы видим 7 процентов по суху 0 процентов заряда пусковой 220 по всей видимости юберный театр по всей видимости батарейка у нас то и замкнула как говорится доигрался хуй на скрипке ну виной всему конечно перезаряд который мы используем который использует этот аккумулятор щек примерно так или именно так подумают часа адепты 14 8 14 7 вольт но друзья не тут то было я подключил батарейку которая которого привезли замкнута а наша батарейка еще не подключена так что рано радоваться вам адептики а вот теперь давайте будем делать нормальный замер так внизу на обычная 820 ампер так что мы видим друзья 81 процент по суху 740 батарейка выгребает нрц пока еще 1303 но я думаю до утра нрц будет 12 9 возможно 1285 вот с потностью у нас все нормально сопротивление у батареи 373 ну что друзья давайте подытожим эта батарейка по возрасту она в принципе должна выдавать отличные параметры ну по крайней мере те которые заявил производитель спустя год но неправильное обслуживание заливка электролита для поднятия плотности ежедневные просадки за из-за огромной паразитки 0 6 ампера у него паразитка каждый день подзарядка на трансформаторном устройстве эти издевательства они преподнесли свой эффект большинство реакций которые проходят в аккумуляторе не имеют обратной силы они две реакции это сульфатация и десульфатация мы с ними еще можем дружить как бы найти общий язык но другие реакции которые проходят в частности окисление и корродирование за счет повышенной кислотности этого уже не вернуть это видно по электролиту по красному электролиту подзвесь где у меня вот он канистрочка вот он там на донышке это обмазка с пластин ну что друзья очередная батарейка моя отправиться завтра клиенту с утречка а я вам хочу пожелать друзья всем здоровья удачи благополучия и самое главное друзья берегите свои батарейки правильных обслуживаний обслуживайте как обслуживать решать вам я в своих роликах никого не убеждаю работать по моим методам по моим приемам я всего лишь навсего друзья показываю свою работу всем пока я и и и и и и и и и